Здравствуйте, дорогие наши зрители! Сегодня в гостях у Апснахабар Ассес, председатель недавно созданной ассоциации сельхозпроизводителей Абхазии Денис Соломко и основатель фермы микрозелени, предприниматель Астамур Кутарба. Здравствуйте, Денис! Здравствуйте, Астамур! Здравствуйте, Астамур! Очень приятно видеть вас в нашей студии. И, пользуясь случаем, я хочу поздравить вас, Денис, с созданием ассоциации, которая призвана объединить абхазских сельхозпроизводителей для того, чтобы совместными усилиями можно было бы решать проблемы, которые существуют в этой сфере. И вас, Астамур, с созданием фермы микрозелени. Я знаю, что вы недавно выиграли грант, благодаря которому вам за короткое время удалось реализовать этот проект. Очень приятно. Спасибо. С 12 по 16 мая в Сухуми проходит первый международный туристический форум «Абхазия – страна души». И можно сказать, что официальное открытие туристического сезона Абхазии 2021 года состоялось. И сегодня мы хотим поговорить не только о вашей деятельности, но и о том, как в летний туристический сезон обеспечить туристов, приезжающих в Абхазию, местные сельхозпродукции. И, с вашего позволения, прежде чем мы перейдем к обсуждению этой темы, я хочу обратиться к нашим зрителям и попросить вас подписаться на канал Абснахабар, поскольку это позволит многим людям узнать о том, что в медийном пространстве Абхазии существует такая площадка, на которой обсуждаются актуальные вопросы, связанные с Абхазией. Денис, начнем с вас. С какой целью была создана ассоциация сельхозпроизводителей Абхазии? Я благодарю вас за возможность и за приглашение в эту студию. И то, что касается ассоциации, она была скорее создана, скажем так, спонтанно, если так можно выразиться, в следствии того, что я, являясь одним из сельхозпроизводителей, фермеров, начал сталкиваться с проблемами, решения которых мне приходилось искать в момент их, скажем так, появления. Но, когда, чем больше я погружался в эту работу, тем чаще я встречал коллег, и приходил к выводу, что у них такие же проблемы или очень похожи. И вот тогда возникла идея создать некую организацию, может быть, сперва просто сообщество, где просто консультировались бы, не обязательно, да, изначально идей создавать ассоциацию не было. И структурировать работу, объединить усилия для решения совместных проблем. Но, потом в дальнейшем, как бы, ну, пришли к выводу, что надо идти уже по пути создания ассоциации, для того, чтобы можно было представлять производителей, объединять их на, скажем так, на официальном поле, и чтобы иметь возможность официально уже говорить от лица определенной структуры, а там не группы лиц, просто там друзей или знакомых. Вот таким вот образом все это возникло, и на самом деле это инициатива снизу, вынужденная инициатива, к которой мы пришли в связи с теми проблемами, с которыми мы сталкивались, и осознанием того, что это можно решать потихоньку, совместными усилиями или объединять усилия для решения этих вопросов. Вот как бы и все. И, в принципе, это и есть основная задача. Да, конечно, идут дальше задачи, это, скажем так, развитие, это возможность делиться опытом, распространять какие-то новые технологии, привлекать, да, то есть, ну, на начальном этапе все, на самом деле, очень просто. Проблемы вынуждают объединяться, и это приносит пользу, я имею в виду, объединение на пути решения проблем. А сколько сегодня сельхозпроизводителей Абхазии входят в эту ассоциацию? Не более двух десятков на данный момент. И нам-то всего пару месяцев, и нас так затянуло, это же на самом деле общественная нагрузка, и помимо того, что основного своего рода деятельности, ты должен еще заниматься какой-то общественно полезной нагрузкой, координацией, да, и вот, как бы, пока все идет, я вообще не сторонник каких-то резких действий и движений, я больше сторонник какого-то вот спланированного, планомерного, спокойного, постепенного развития, как, в принципе, это в природе и в сельском хозяйстве происходит. У всего своего череда ничего так мгновенно не происходит. Поэтому время покажет, потихонечку будем двигаться вперед, идти, развиваться, и я уверен, все у нас получится. Астамур, давайте теперь перейдем к вам. Как у вас появилась идея создания фермы микрозелени? Довольно часто я сижу в интернете и вообще смотрю разные проекты в крупных городах, средних и мелких. И мне всегда интересно, какие идеи вообще работают в тех или иных странах. И как-то я случайно наткнулся на выращивание микрозелени. Мне стало интересно вообще, что это такое, почему именно микрозелень такая популярная в некоторых странах. И увидел, что высокая кухня без микрозелени практически не обходится. Та же молекулярная кухня, различные рестораны используют ее для украшения блюд. И мне вот идея очень понравилась. Потом я начал изучать, вообще есть у нас подобные производители или нет. Выяснил, что вообще никто об этом пока не задумывался. И вот тихо хранил эту идею. Постарался дома вырастить редиску обычную. Купил на рынке, пошел домой, взял грунт, высадил, создал все условия, которые необходимы для роста. И каждый день наблюдал за ростом этой микрозелени. Через две недели она как раз дозрела до того состояния, когда ее можно употреблять в пищу. Попробовали, добавили в салат. Это было очень вкусно. Она еще и полезная. И всем понравилось. Меня начали там просить вырасти еще что-нибудь, еще что-нибудь. Но так как работаем в разных направлениях, времени свободного ни на что не хватает. И соответственно я понял, что это интересно всем. И вот я начал искать источники финансирования разные. Естественно банковский кредит это неподъемные ставки у нас на сегодняшний день, к сожалению. И эта идея мне сразу не понравилась. Потому что несколько раз уже обжигался бы те, как сказать, источники финансирования. И вот как раз я преподавал в иностранной организации. И увидел, что там объявляются гранты на определенные активности предпринимательские. По требованиям полностью микрозелень подходила. Я написал бизнес-план, отправил. Это было в августе прошлого года. Его одобрили где-то в ноябре. Потом подтвердил софинансирование. 20% от общей суммы надо было вложить в собственных средствах. И уже в конце марта по тендеру мне привезли оборудование. Вот мы запустились где-то в начале апреля. И вот буквально месяц небольшим как мы работаем. А пользуется спросом микрозелень в Абхазии? И кто ваши основные покупатели? Спросом пользуются очень высоким. Основные покупатели это рестораны. В супермаркетах мы уже в трех в Сухуме есть. И естественно, сами потребители, физлицы, которые пишут нам в инстаграм, звонят, заказывают. Мы доставляем по городу Сухум. Доставкой занимаются самостоятельно. Потому что на начальном этапе сложно планировать заработную плату и всякие затраты, связанные с текущей работой. Потому все пока делаем самостоятельно, семейно мне папа помогает, супруга ведет страничку в инстаграм. В общем, братья мне всегда в подмогу в разных сложностях. Вот такой семейный небольшой бизнес мы организовали. Конечно, когда туристический сезон, вот я вам могу сказать, с 1 по 10 мая приехало достаточно немаленькое количество людей. И активность ресторанов сразу возросла. То есть, каждые два дня требовалось определенные виды. Естественно, это очень такая непростая работа, потому что две недели до выраста в микрозелине. Но если ее не купили, если вы неправильно спланировали там посадку, то она, естественно, может испортиться. Либо перерасти. И это уже не товарный вид. И, соответственно, мы от него избавляемся. Просто выкидываем. И надо все правильно планировать, чтобы удовлетворить спрос, чтобы остатки были небольшие. И ежедневно контролировать это все. А микрозелень, она полезнее, чем обычная зелень? Ту литературу, которую я читал, везде указано на то, почему она полезнее. Во-первых, когда вы кушаете тот же редис, корнеплод я имею в виду, он вы одним семенем, как сказать, обходитесь. То есть полезные вещества в одном семени, они определены. А когда вы приобретаете лоток с микрозеленью, то там порядка 20-25 грамм этого редиса. То есть проростки, они всегда содержат огромное количество витаминов и различных микроэлементов. И они намного полезнее. То есть представьте, что вы съели там несколько килограмм этих редиски за обеденным столом. То есть нам представить это сложно, потому что это объемно. Концентрация выше. Концентрация намного выше. То есть вы можете там... Вот я могу по себе сказать, держал пасхальный пост и питался в основном овощами. Естественно, почти каждый день употреблял микрозеленью в пищу. Скинул вес порядка 8 килограмм. И продолжаю это делать. То есть это уже превратилось в какой-то образ питания, лично мой. И многие диетологи советуют. К нам даже обращаются клиенты, которые болеют сахарным диабетом. То есть есть определенные... И они не могут кушать обычную пищу. А вот используя микрозелень в пищу, им как раз помогает с вкусовыми качествами. Еще это полезно. То есть я даже не ожидал, что вот такая разнонаправленная будет развитие у нас. В планах очень много всего. Даже вот сок пшеницы вот сейчас мы будем делать. Он называется Витграсс. Мы его будем замораживать и поставлять в рестораны в качестве... Можно добавлять лед в напитки. Он полезный и, соответственно, вкусный. О экспорте пока не думаем. Пока внутренний рынок наладим. А потом уже будем думать, как правильно хранить зелень, чтобы ее уже экспортировать. И следующий вопрос я хотела бы задать вам обоим. С кем абхазский фермер вынужден конкурировать? Давайте Денис вас начнем. Это очевидный вопрос. Абхазский фермер, если таковой есть, во-первых, их немного. И не только фермер и сельхозпроизводитель. Сельхозпроизводитель, да. Любой, он в первую очередь конкурирует с импортом. Зачастую это гигантские транснациональные корпорации. Посмотрите у нас на продукции, соки, вимбельдан. У нас, я не знаю, Джонсон и Джонсон. И так далее, и так далее. Те же самые майонезы и прочая продукция, которая есть. Да, они, ни одна абхазская компания или фермеры все вместе не смогут произвести в ближайшее время продукции, которую эти корпорации производят за 5 минут своей работы. Но у нас есть свой конек. Это экологичность, чистота продукта и его свежесть. Потому что логистика доставки от точки производства до точки сбыта минимальная. То есть это максимально свежий продукт. У нас практически не существует в массовом порядке использования агрохимии, такой мощной агрохимии, которую используют та же самая, но сейчас буду говорить о крупных корпорациях, и там та же самая корпорация Монсанто в производстве различных культур. Да, это же было абсолютно ГМО, никуда, ни к чему не пригодно. Здесь у нас как бы есть свои преимущества, и нам нужно популяризировать их, и говорить о том, что наш производитель, он лучше, он чище. С другой стороны, технологичность производства. Сейчас нужно делать в том числе, помимо экологичности, на технологичность производства. Сегодня технологии ушли далеко вперед. А зачастую наши фермеры, многие производители, они остались где-то в конце 80-х, начале 90-х годов по технологиям производства, на сельскохозяйственном производстве. Это никуда не годится. И, соответственно, технологии. Почему у нас, условно говоря, южноамериканское мясо стоит дешевле, чем наше мясо? Во-первых, у них там гигантские объемы. Во-вторых, технологии производства. Ну и, возможно, они там какой-то заразой еще их и подкармливают, чтобы они росли. Ну и, соответственно, селекция. Она куда ушла вперед? Уже новые сорта или новые виды, породы животных, которые дают огромные, в сравнении с нашими, объемы продукции. Поэтому нашему производителю приходится за свой рынок бороться с импортом и с крупными поставщиками и компаниями, которые могут, по сути, себестоимость их продукта практически близка к нулю. Ну, потому что там вот, ну, и я говорю, есть минусы и плюсы. И, соответственно, наша задача позиционировать нашу страну, в том числе и в контексте вот тех мероприятий, которые проводятся в Абхазии, форумов там и так далее, приезжающих в Абхазию людей, позиционировать ее как страну с экологически чистой продукцией, как страну, которая производит качественный свежий товар, поставляет. Сегодня произвели, сегодня же его доставили, скажем так, на тарелку потребителю. Вот это самое главное. Весь мир идет за этим. Люди готовы ехать за тысячи километров, чтобы попробовать аутентичную пищу, местный колорит, местные блюда. Но это должно быть все-таки не из бразильской говядины, а из нашей местной. Это должны быть наши овощи. Это должны быть, я не знаю, там... Если взять сегодня, сегодняшнюю, даже российскую статистику нормы питания на отдельно взятого человека, да, и их, скажем так, примерить к нашим, вы не представляете, я сейчас не хочу называть просто цифры, объемы импорта, объемы импорта продуктов питания в Абхазии и суммы, на которые все это приводится. Ни о каком развитии не может быть речи, пока мы не накормим своих граждан и не накормим тех людей, которые приезжают к нам. Основными продуктами питания. Обо всех речи не идет. Ни одна страна в мире все не производит. Ну, это гигантские там, я не знаю, страны, которые могут производить основные продукты. И здесь встает сразу же вопрос продавательственной безопасности. Что у нас в этом направлении? Ноль. Мы абсолютно не защищены. У нас, с одной стороны, враг, с другой стороны, стратегический партнер и друг. Да, горы и море. Но мы сами внутри не производим ничего, чтобы нам... Вот вам простой пример. Карантин, пандемия. И что произошло у нас на рынках? На продуктовых полках не было... Ну, как бы были проблемы, да? Люди там скупили все там и так далее, и так далее. Были, да, благо, естественно, там были каналы поставок. Никто наверняка с голоду не умер. Но что мы производим здесь? Практически ничего. Все очень близко к нулю. И сегодня говорить о том, что мы там можем экспортировать... Есть отдельные категории товаров, которые мы можем экспортировать. В основном это цитрусовые. И сейчас новый вот такой вот бренд абхазский, да, который, я надеюсь, будет по уровню восприятия в России такой же, как вот абхазский мандарин, абхазская клубника. Дай бог здоровья тем, кто занимается этим. Удачи и успехов им. Это тоже очень сложный продукт. Два-три часа на границе простой. Да, и все. Он портится. Мы все прекрасно знаем, что это... А почему? Потому что он экологически чистый. Экологически чистый, там нет в нем химии, его ничего не консервируют. Вот. И в этой связи, конечно, должна быть, наверное, все-таки разработана стратегия. Рано нам пока говорить о том, чтобы мы можем там массово вывозить какие-то отдельные категории товара. Опять-таки говорю, как там клубника, может быть арбузы, цитрусовые, что-то отдельное такое. А микрозелень, потому что нам на среде здесь нужно. Вот вы представьте, да, была вот такая вот беседа с заместителем директора курорта Пицунда. Он говорит, мы ежедневно на курорте кормим две с половиной тысячи человек. Три раза в день. Вы и наши зрители могут понять и посчитать, сколько еды нужно для того, чтобы накормить семь с половиной тысяч человек в день. И теперь задаться вопросом, а мы можем произвести хотя бы половину тех товаров, которых будет достаточно... Да. Можешь ли ты произвести на данный момент столько микрозелени, сколько нужно для того, чтобы... Нет. Ни одно производство не может. Соответственно, нам нужно наращивать объемы производства для того, чтобы перекрыть импорт. Конкурировать в ценовой политике мы не, наверное, может быть даже и не надо. Нишу надо свою найти. Кто хочет вот прям экологичное, вот, пожалуйста, есть вот такой местный продукт. Да, конечно, должна быть реклама, да, выбирать там местное, условно говоря, да, или там покупаем наши, или что-то такое. И так далее. А то, что покупает турист, на мой взгляд, приезжая в Абхазию, это и есть импорт. Он приехал, а теперь другой момент. Технологический процесс, да, любого производства, он определен временем. То есть нужно время на то, чтобы произвести продукт. Если мы говорим о том, что мы сегодня открываем туристический сезон и там в сентябре или в октябре закрываем его. Для производителя это практически, если не катастрофа, а то стресс. Вы наращиваете объемы производства, а потом из-за того, что турист уезжает, мы его сокращаем. Так? И получается нестабильность. Это крайне сложно совершенно. Это вложение, это большие потери. И там даже среднестатистической цифры не выведешь. Потому что у тебя резкий рост, резкое падение. И где твой центр, непонятно. Поэтому я считаю, что мы обязаны говорить, позиционировать нашу страну, как страну с круглогодичным туристическим сезоном. И только так наш производитель может видеть, скажем так, пиковые точки, куда рост, куда ему тянуться нужно. Это, допустим, у него технологический процесс, там, две недели. А у кого-то больше. А у меня на ферме он, там, три месяца, два с половиной, три месяца. А если вы крупный рогатый скот разводите, там, полгода, может быть, и того больше. То есть мы должны позиционировать нашу страну, как экологически чистую, как с экологически чистой продукцией. Да, может быть, она даже чуть-чуть дороже. И круглогодичным туристическим сезоном. У нас все возможности для этого есть. Но это не говорит о том, что мы в 2021 году все должны сделать. Мы такие задачи должны с собой ставить. И я думаю, что нам нужно и о стратегии развития сельского хозяйства, и о стратегии продовольственной безопасности, и о стратегии развития туристической отрасли задумываться не на год, а на 5-10, может быть, 20 лет вперед. Ничего страшного в этом нет. Какие-то позиции можно скорректировать, подправить, соответственно, времени. Но заглядывать надо вперед на 20 лет. И не меньше. Иначе не получится. Иначе мы просто ситуативно решаем те вопросы, которые в эту секунду возникли. Но мы не знаем, к чему мы стремимся. Денис, вот вы сказали о проблемах, которые существуют у абхазских сельхозпроизводителей. Но как все-таки поддержать абхазского фермера и сельхозпроизводителя, чтобы снабдить не только абхазский рынок, но и зарубежный, чтобы были объемы и современная техника. Давайте дадим слово Остану. Момент такой. Во-первых, при создании любого дела необходимы ресурсы. Финансовые, человеческие. Ты говорил. Любые другие. О каком масштабировании мы можем говорить, когда ставка процентов по кредитам может быть 36%, 48%. 24-26% это, считай, по-божески. Но это огромные ставки процента, если брать в учет, что вот как у нас, допустим, два небольших предприятия, мы планируем свою работу и хотим масштабировать и знаем, что это необходимо. Допустим, на мое производство было потрачено с этим грантом 520 тысяч рублей на оборудование. Вот вы мне назовите еще один источник финансирования, где бы я мог взять безвозмездно или хотя бы под низкую ставку процента такую астрономическую сумму. Невозможно. Если говорить о том, что я, допустим, захочу когда-то экспортировать, то мне надо правильно упаковывать, правильно сохранить эту продукцию. Упаковать ее, допустим, в какой-то вакуум с определенными условиями. Потом транспортировка логистика. То есть это определенные рефрижераторы, которые должны постоянно работать, бесперебойно. То есть у нас с этим тоже не все так хорошо, как хотелось бы. И потому говорить о том, что мы там масштабировать сможем какое-то предприятие, очень сложно. То есть собственными силами, вот как Денис правильно сказал, мы все ждем летний сезон. Потому что активность высокая, заканчивается там сентябрь месяц и все. И мы не понимаем, куда вообще сбывать нашу продукцию. С моим, как сказать, делом немножко попроще. Зимой востребована очень обычная зелень. Кроп, петрушка, кинза. Мы можем полностью зимой переформатировать. Там понятно, от микрозелени не откажемся, но в больших масштабах будем выращивать обычную зелень. Но тоже процесс непростой. Это месяц на выращивание готовой продукции. То есть все зависит от того, если опять зимой у нас начнутся перебои со светом. Для моей микрозелени это губительно. Вот два дня нет света, все. Она, весь мой товар разом умирает. То есть таких проблем очень много. И кто может решить эту проблему? Ну, мне сложно на данный момент сказать, что кто-то сможет помочь в решении таких проблем. Помимо того, что... То есть мы говорим сейчас о том, что должно быть доступ к источникам финансирования. Это с одной стороны. А с другой стороны должны быть определенные компетенции в управлении этими финансами. В планировании этого. Сегодня сельское хозяйство, я всегда об этом говорил, говорю и буду говорить. Это не тоха с лопатой. Это высокотехнологичное, дорогое оборудование. Сегодня в России, во многих областях, комбайнер – это молодой человек в среднем возрасте 30-35 лет, в белой сорочке и в комбайне за 5-15 миллионов рублей с сенсорными экранами и с кондиционером. Он не сидит по локотью в масле и в грязи. Я почему об этом говорил? Помимо того, что дали тебе деньги, если ты не умеешь, если ты не знаешь... Если ты не знаешь, опыта нету. Но есть другой момент. Есть, скажем так, отрадная тенденция, что абхазское сельское хозяйство и фермерство, оно молодеет. То есть если раньше считалось... Ну, как бы, знаете, как в кавычках, за скобках имели в виду, что тот, кто занимается сельским хозяйством – это человек, который больше нигде не пригодился. И вот он вынужденно занимается этим. Сегодня очень много молодых людей, образованных, которые идут не от безысходности, а от понимания того, что эта ниша, она практически пустая, никем не занятая, неконкурентная. Сегодня чем бы ты не занялся в Абхазии, я думаю, что если, условно говоря, еще 5 производств по микрозелени организовать в Абхазии, или 5 таких же ферм, как у меня по производству перепелиной продукции, мы свой рынок не насытим, не насытим мы его. И в этом направлении нужно двигаться. А сегодня технологии может освоить молодежь, образованная, грамотная. И может кто-то там подумать, что мы сейчас сидим, такие чистенькие, в костюмчиках, часто нас это критикуют. Они просто не видят нас, когда мы работаем. Когда мы в час ночи можем прийти домой, поспать 5 часов и пойти заново работать. Вот об этом надо говорить. Поэтому, наверное, должна быть какая-то программа, это должна быть инициатива снизу, это должна быть заинтересованность сверху, и потихоньку должно быть понятно, где что можно производить. Мы не решим за один год, за два года те вопросы, которые десятилетиями у нас скопились. Но это очевидно. Но двигаться в этом направлении нужно. И здесь частная инициатива, новые технологии, новые взгляды. И молодежь. Молодежь, которая может это освоить. Почему? Потому что в силу, я не списываю со счетов старых, опытных, скажем так, наших сельхозпроизводителей, их опыта порой в какой-то мелочи, сидишь, думаешь, как же это сделать. Подходит отец и говорит, слушай, мы вот раньше вот так делали, а ну-ка попробуй. И правда, то есть здесь, наверное, все-таки постепенно, для начала в виде частной инициативы и соответствующей поддержкой. Потому что без денег ничего не сделаешь. Но просто денег ты можешь тратить, 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 и не будет никакого результата, и пустая трата денег. Здесь должен быть баланс между инициативой и идеями, и деньгами. Соответственно, ну и управление бизнесом. Надо учить людей, как выходить на рынок, как правильно позиционировать свою продукцию, как рекламировать, как упаковывать, какой бренд должен быть, да, и должен ли быть общий бренд какой-то, да, сделан в Абхазии или экологически чистая. То есть у нас есть идея вообще такая, вот в рамках ассоциации на продукцию, на экологически чистую продукцию. Ставить маркировку, ставить бренд, логотип, ассоциации сельхозпроизводителей в Абхазии. Но это должно быть подтверждено. И, да, вот, пожалуйста, хочешь производить, да, хочешь быть вот с этим знаком качества, пожалуйста, соответствуй ему. То есть это целая система, и она должна выстраиваться. И я, по крайней мере, на данный момент в лице руководства там Минсельхоза вижу людей абсолютно четко понимающих, готовых двигаться на встречных курсах и открытых к диалогу и так далее. В этом плане, да. Ну, кредитование это слабый конек, конечно, практически. Скажите, пожалуйста, вот, а что ассоциация могла бы сделать для решения существующих проблем у сельхозпроизводителей? Сейчас это объединение усилий, усилий в решении, там, в вопросах каких-то. Если мы говорим о животноводстве, да, то первый вопрос – это корма. Главная задача – это дешевые, доступные и качественные корма. Как их можно, скажем так, получить? Мы практически, на нашей ферме мы корма производим сами, но все комплектующие, кроме, дай бог памяти, кроме одного, мы покупаем. В смысле, в России, это импорт. И только один продукт является нашим местным. Знаете, что это? Как русло? Нет. Это рыбная мука, которая производится в наших рыбзаводах. Более того, это самая качественная мука, которую я встречал вообще на этом рынке. И вот спасибо нашим производителям рыбной муки, хотя мы жалуемся на них, что там они рыбу ловят, еще что-то. Они свое дело знают, они производят лучший продукт. Правда, он здесь не востребован у нас, потому что этого мало. А все остальное, в том числе и кукурузу, мы покупаем. А мы не могли бы здесь? Могли бы, но этим кто-то должен заниматься. Мне, например, самому, вы представляете, у меня 14-15 ингредиентов состава корма. Это сколько культур я должен вырастить. То есть, да, то есть, должны быть целые, и потом гектар вырастить или 100 гектаров. То есть, это же будет сказываться на себестоимости. То есть, вот здесь надо объединять усилия. Если речь идет о закупках, но я вам скажу, что в России стоимость составных частей этого корма, кукурузы, пшеницы и так далее, она в 3-4 раза дешевле, чем у нас здесь на рынке. Если мы сумеем как-то удешевить эти расходы, то сельхозпроизводитель получит либо дополнительную прибыль, либо может уменьшить стоимость своей продукции. То есть, себестоимость уменьшается, и появляется возможность либо заработать чуть больше, и жить не на грани жизни и смерти, скажем так, этого производства, либо удешевить свою продукцию и сделать ее тем самым более доступной. И за счет большего оборота продукции зарабатывать. Это вот проблема номер один. В вашем случае это другие проблемы. В случае с другими производителями другие. И соответственно, сейчас мы как раз обсуждали перед началом эфира, обсуждали пример Швейцарии. Сейчас потом может быть скажут, какая там Швейцария. Да надо стремиться к самому лучшему, который есть в мире. Сегодня Швейцария это идеальный пример. А для нас еще и Черногория, потому что она вообще похожа на Абхазию практически всеми своими параметрами. Так вот, там же как? Есть ассоциация сельхозпроизводителей, и там 250 тысяч членов ассоциации. Но это не отдельно взятые производители. Это, скажем так, ассоциации по направлениям, да, то есть там производители зелени и разных уровней сельских, там районных, городских, там федеральных и так далее, и так далее. И это колоссальная сеть, где они обмениваются опытом, знаниями, поддерживают друг друга и так далее, и так далее. И в том числе и такая общественная структура тоже должна выстраиваться. Поэтому здесь, наверное, комплекс, и нет ни одного человека, кто знает точный рецепт решения всех вопросов. Это консенсус, наверное. У Абхазов, у наших предков всегда было такое понятие, как Ахшивей Лацара, да? Да. Ахшивей Лацана всем вместе, объединив свои знания, усилия, коллективный интеллект, можно прийти к чему-то. Я так вижу это. Один человек, в данном случае один в поле не воин точно. Астамур, может быть, вы хотите что-то добавить? Вот я сейчас послушал о тех кормах, которые необходимы для выращивания перепелок. И я думаю, что какие-то вообще вещи, может, и я смогу предложить в будущем. Потому что ту же пшеницу мы выращиваем до размеров 10-12 сантиметров. Его можно использовать и как для сока Витграсс, и также для корма тех же кроликов и любых... Но сырая клетчатка, она вообще нужна всегда? Да, сырая клетчатка, она нужна всегда. И в зимний период она более востребована. Более ценная? Более ценная. Я вот целью своей ставлю найти наших сельхозпроизводителей, кто занимается там животноводством. И просто бесплатно взять там ту же одну корову на определенный период и прям кормить на убой вот экологически чистой выращенной пшеницей. Потому что используется просто вода. Никаких химикатов, я просто определенным образом создаю микроклимат, при котором она быстрее растет. И, соответственно, посмотреть на ее удой, на ее там вес и провести небольшое исследование. И потом уже показать пример. То есть, если ты начнешь использовать вот такие-то рецепты и сможешь использовать это у себя дома, ты сможешь прокормить свой скот, и он даст там больше удой, либо там вес, соответственно, увеличится. Вот ассоциации я уже, я узнал только сейчас, когда пришел к вам в студию. И думаю, на одно предприятие уже у вас будет больше из участников, потому что это реально очень интересно, потому что сами сельхозпроизводители, они могут быть полезны в бизнесе друг другу. Конечно, это конверсия, кооперация, кооперация. Тем более, если это молодые, квалифицированные специалисты в разных областях, это будет очень полезно каждому. У нас у каждого свой жизненный опыт, хоть и небольшой пока, но поделиться мы можем с друг другом различными идеями, может у кого-то созреют вообще новые направления, и будем в этом направлении двигаться. А я тебе подскажу, где есть коровки, у которых можно было бы кормить. Кормить бесплатно. Нет, тут ребята есть. Нет, серьезно. В Питсунде есть, тоже молодые люди занимаются. Подобный опыт используется в странах, где вообще сложно на открытом воздухе что-то вырастить. Например, в африканские страны, где буйволы выращивают и коров, они что делают? Они прямо ангары, которые занимаются только злаками. То есть, они выращивают злаки на воде. Как только он подрастет необходимого, они прямо слоями вместе вот эту клетчатку дают каждый день. И, соответственно, это основной корм для скота. Его же как-то кормить надо, а, соответственно, вокруг ничего не растет. И вот таким образом они решают эту проблему. То есть, направлений очень много. Надо просто заниматься, работать, трудиться каждый день. Объединяться. Объединяться, да. Потому что вот уже мне подсказывают, где ребята занимаются целенаправленно там животноводством. Я готов даже у себя на ферме скажем так, выделите экспериментальную площадку. С удовольствием. Да, и сделать замеры, скажем так. Вот в этой клетке перепела, которые кормились там вот таким-то продуктом, а вот эти вот таким-то. И сделать, взвесить, посмотреть. Посмотреть, да. Это будет очень интересно. Какие экологичнее? А экологичнее они будут идти и идти? Они будут идти и идти. Просто скорость. Скорость роста и набор массы. И вот что важно для перепелок, насколько я понимаю. Ну да, и там всего-то 45 дней. Все очень быстро. Вот мы уже одну разу присмотреть придумали здесь. Да, спасибо большое. Последний вопрос, который я хотела бы задать вам, Денис. Как стать членом вашей ассоциации? Все просто. Есть такая крайне простая, небольшая форма заявления, в которой описывается само производство. То есть что производят, в каком месте. Все просто. То есть пока... А большего и не нужно на самом деле. Ну и адрес, где все это происходит, кто руководитель и так далее. А дальше, когда мы соберем, скажем так, критическую, определенную массу людей, мы тогда и будем уже структурировать, сводить, смотреть, кто чем может друг другу помочь, кто и так далее. Мы периодически планируем проводить встречи тех, кто состоит в ассоциации. И вот там знакомиться, видеться. Потому что мы порой уходим в свое производство с головой и не видим вообще, что вокруг происходит. И периодически будем встречаться. Вот там это и будет структурироваться. Понимаете, еще раз говорю, людей, знающих все нет. И я тоже не всезнающий. Просто проявил такую инициативу. Но в большей степени я рассчитываю на тех людей, кто вовлечется в это. Потому что сегодня сельским хозяйством занимаются действительно те люди, которым это нравится, идеалисты в какой-то степени. И вот там уже мы все вместе будем делиться опытом, дружить, помогать друг другу. И возможно появится еще много-много-много других идей хороших. А сейчас все просто. Просто заявление, не более того. Небольшая форма. Зачем усложнять? И так сложностей полно. На этом у нас сегодня все. Спасибо большое, что вы пришли к нам в студию и ответили на наши вопросы. Спасибо вам. А я хочу напомнить нашим зрителям, что в гостях у Абстнахабар Асос были председатель Ассоциации сельхозпроизводителей Абхазии Денис Соломко и основатель фермы микрозелени предприниматель Астамур Кутарба. Спасибо. Подписывайтесь на канал Абстнахабар, поскольку Абстнахабар обсуждает только самое значимое. Абзирас. Абстанхабар. Продолжение следует...